Мы на месте. И они выходят и идут в клетку-тюрьму. Готово. Так лучше? Намного ноги показывает, как утяжеление идет на две ноги ступни. Стоят у утяжелителя? Да. Сил моего намерения выходят от этих утяжелителя, отправляется в клетку-тюрьму. Готово. Он говорит, так намного легче. Хорошо. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Каспарса под ногами. 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Каспарса. Находит все. У нас сразу демон у него выходит к этим артефактам. 13. Дальше идет синий джинн. 27. 45. Красный дракон. Какой? 12. 81. Еще кто? Арахноид. Арахноид. Все? Все. Итак, демон 13-й, синий джинн 23-45, причина финансового проблем, с ним будет отдельный сегодня разговор, красный дракон 12-81 и арахноид. У кого есть контракт на пребывание в этом биополе? К демону идут энергии какие-то. Он что, не ответил? Ну, он не уверен, что это контракт. Сколько это находится? Он тянется с прошлой жизни у него. В смысле, он с ним с прошлой жизни демон. А не знакомый с прошлой жизни. Если вы знакомы с прошлой жизни, у тебя есть контракт. Если у тебя есть контракт, я задал вопрос, есть ли у тебя контракт. Ты должен ответить, у меня есть контракт. Почему ты этого не сделал? Я бы назвал это добровольное соглашение. Это не одно и то же? Контракт, добровольное соглашение или договор? Договор и добровольное сообщение – разные вещи. В любом случае, я просто тебе напомню, ты находишься в комнате диагностики, где я задаю вопросы. Если ты не будешь на них отвечать, я буду с тобой разговаривать по-другому. Добровольное соглашение – это интерес двух сторон. Да. А контракт – это передача энергии. Контракт был заключен добровольно, на тот момент, когда он был заключен? Или обманным? Добровольно. Именно поэтому называется добровольное соглашение. Здесь интерес двух сторон. Хорошо. Для меня, в принципе, это является то же самое, что и контракт, потому что в контракте всегда указываются условия, которые… Я бы так не сказал. Хорошо. Объясню, почему. Контракт, как правило, имеет вмешательство и отщепление души. Добровольное соглашение – интерес двух сторон. Я зарабатываю свой интерес. Он получает ответы на свои вопросы с помощью моей силы. Значит, он до сих пор использует твои услуги. Я бы так не сказал. Ну, если ты говоришь, что он получает ответы, значит… Так началось соглашение. На данный момент его память стерта. Я пытаюсь напомнить, но кроме страха пока ничего не всплывает. Понятно. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать другие вопросы. У меня первый вопрос ко всем. Кто из вас присутствует еще в квартире, в доме, где живет Касперс? Арахноид присутствует, Красный Дракон присутствует, Джин и Демон. Все присутствуют. Плюс те, которые сидели в жене и в детях. Даю команду тонкой копии Касперса спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в его биополе. Каналы выстроились, в сущности каждый подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Касперсу. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Скажи, Демон, этот договор, это совместное предприятие, о котором ты говорил сейчас, это было в прошлой жизни заключено с тобой или с другим Демоном? Со мной. А какие условия, что он хотел и что ты ему предложил? Давай. На самом деле он давно показал, уже 1780 год, и он был врачом. На тот момент он сливал кровь, то есть лечил испусканием крови, и он очень заинтересован был в этой профессии, в изучении вообще тела человека. Он раскапывал могилы и вскрывал, как сказать, изучал анатомию человека по мертвым, по трупам. Нормальная хобби. Так как было запрещено, это не хобби. Так как это было запрещено, они договорились с Демоном. Вот так. Чтобы у него это проходило, то есть Демон отгонял, отвлекал посторонних. То есть он мог спокойно делать то, что ему хотелось, и Демон защищал его в том плане, он помогал ему работать в своем направлении. Именно так. Ну что ж, тут никаких методов. Здесь есть один из последних испусканий крови он делал женщине. Да. Он порезал вены очень сильно. И она умерла. Он пытался остановить, но она была настолько слаба, что она скончалась от потери крови. И как это повлияло дальше на его жизнь? Откуда этот страх у него сейчас в этой жизни от медицины? Оттуда идет страх. Оттуда идет страх, да. Получается, что здесь Демон тоже сыграл не последнюю роль с свободом от этой души. И он прекратил свои практики, вот этот страх сел в нем, что он, получается, убил человека таким путем. И этот страх от вообще все, что соприкасывал, даже запах его, голова кружится, то есть его показывает, он как в панике становится. И вот эти инструменты, которыми он разрезал людей и смотрел, ну, трупы не людей, а трупы. Ну, понятно. И изучал внутренние органы. Это все для него как отвращение вызывает, вызывало на тот момент уже кровь и сам запах вот этого всего. Ну, это сильный блок у него стал, который перенесся практически в эту жизнь вместе с этим контрактом. Здесь все понятно. Как там реверс, верно, закончился? Да. Устанали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Каспар забирает всю чистую светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, мощным потоком возвращается назад. Здесь еще идет информация, что все это происходило в Англии. Англии. Хорошо. Записал. Реверс закончился. Хорошо. Начинаем с вытаскивания. Что осталось? Арахноид. Выходи, снимай все, что я оставил на своей чистоте. Все иголки вытаскиваем, паутину. Возвращайся назад. У нас здесь есть иголки и паутина. У него как лицо обрамляет. Так иголки и дальше паутина вниз идет. Ну, это причина головной боли. Здесь потери, концентрации, раздражение. И каша в голове, соответственно. От этих иголок идут какие-то импульсы. И он начинает раздражаться, нервничать на ровном месте. Арахноид в это время собирает его энергию, волнение. Энергию он собирает как раз в эту паутину, которая как сетка на голове. И потом перерабатывает на свои нужды. Понятно. Я снял. Хорошо. Выходи, красный дракон, твоя очередь. Снимай все свои платы, отключайся полностью. Как твое присутствие в этом биополе можно оправдать? Он на этих энергиях разжигает их дальше. То есть, энергия, нервозность. Нервозность он еще усиливает в несколько раз, получается. Да, он ее разжигает. Ну, здесь уже слаженная команда. Хорошо. Пусть он снимает. Влад, он снял. Хорошо. Синий джин. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? Подожди, красный дракон. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? Я тебя не спросил. Год и четыре месяца. Сколько присутствует Арахноид? Четыре года. Сколько присутствует джин? Джин щедрый. Джин три года. В чем твоя щедрость заключается, Джин? Моя щедрость? Да. Ты усложнял человеку зарабатывание материальных средств. Он очень много тратил на это энергии, тратит энергии. Тем более, ему тяжело концентрироваться на своей работе. Чем ты ему помогал, щедрость, Джин? Я не отвечаю за концентрацию. Его расходы и шикарные апартаменты говорят сами за себя. Поэтому без Джина здесь не обойтись. Обойтись. Еще как обойтись, Джин? Если Джин не хочет, конечно, обойтись без своей челмы, без своих магических колец, магических артефактов, которые мне стоит за две секунды перенести в соседнюю комнату. Я же думаю, что Джин не хочет уйти без этих артефактов в свой мир после чистки. Нет, не хочет. Вот допустим, Джин тогда серьезно относится к нашему разговору. Я очень много Джина видел в своей жизни, в этой. Поэтому давай уже все-таки как-то серьезней. Твоя очередь. Втягивайся в всю пыль, все свои подключки, все, что установил в его биополе. Веревки утяжелителя. Это демон установил, да? Да, он дергал за эти растяжки его. Да, и приземлял. Страх. Страх. Все понятно, страх. Это он был причиной. Просто разбуждая страх. Но человек в обморок падал от посещения больниц. Хорошо работает это все с прошлой жизнью. Похоже. Джин забрался. Хорошо, демон. Твоя очередь. Скажи мне, перед тем, как ты выйдешь, есть ли лярвы в биополе? У него не лярва, у него тяжесть. Он как задыхаться начинает некоторые моменты. На горле? Да. Не горло, а от горла вниз идет на груди. А почему? Это скапливается там или это кто-то воздействует? Страх. Это страх атака отражается. Хорошо. Выходи. Снимай все, что мы еще не вытащили. На месте доложи. Паника. Понятно. На месте доложи, что ты все снял. А у него ничего нет больше. Тяжелители, растяжки были. Хочешь лярву забрать? Да. Забирай. Возвращайся назад. Готов. И можешь забрать за темнение, которые внизу тоже остались. В ногах. Есть. Хорошо. Поехали дальше. Мы все убрали. Рассинхронизацию мы не сможем провести, потому что у нас есть действующий контракт. Поэтому мы должны сразу перейти к аннулированию контракта. Я обращаюсь к Каспарсу. Каспарс. Я надеюсь, вы поняли. У вас заключен в прошлой жизни контракт с демоном. Он помогал вам в этой жизни. Он требует свою цену. И эти ваши проблемы, которые в этой жизни появились, они связаны с этим контрактом. Вы готовы аннулировать этот контракт? Да, готов. Аннулируйте скорее. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями, Каспарс взял ответственность за свою жизнь в свои руки и выразил это намерение. Я говорю слух, его тонкая копия повторяет за мной. Я. Контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. У меня есть отработанный контракт с демоном. Отработанный? Нет, есть еще отработанный и действующий с демоном. Пусть повторяет за мной. В воле души и законном праве распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Что идет? Она ему возвращается энергия в то место, как раз где сила какая-то ему возвращается, где вот эта паническая была энергия от горла вниз. Туда и встает какая-то сила. Он забрал те энергии из горла и поставил ему туда страх. Знание. Знание и сила. Открывая воронку в галактическое ядро и сбрасывая все отработанные контракты договора и аннулированные на переработку. Закрывая, печатая и растворяя. Возвращаемся к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизации. Каспарца с демоном, синим джином, красным драконом, арахноидом. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скенеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемой энергии жить. Все каналы на счет. Три, один, два, три. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро. Канал улетает на переработку. Закрывая, печатая и растворяя. Готово. Хорошо. Все прошли проверку. Вы все находитесь в квартире. Поэтому я сейчас открою два канала. В дом, где живет Каспарс. В один портал уйдет арахноид и красный дракон. Во второй идет синий джин и демон. Вы собираете все, что вы оставили в доме и на земельном участке. Я прихожу, проверяю. Демон, черт мне или бес покажет еще порталы. В доме я их закрою и на земельном участке. И после этого я соберу негатив. Ты в доме находился или ты находился в квартире на земельном участке? Демон на участке. Хорошо. Тогда я соберу весь негатив на земельном участке в дорогу. Все понятно? Да. Открывается два портала в дом Каспарса. В один идет арахноид и красный дракон. Во второй идет синий джин и демон. Закрывая, печатая и растворяя оба портала. Готово. Поехали дальше. Распределяется и усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Каспарс. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Великолепно чувствую. Уверенно чувствую. Свободно. Легко. Отлично. Энергии много внутри. Очень хорошо. Будем возвращать вас назад. И перейдем к чистке вашего дома сразу. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Каспарса в его систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и звездинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта. Дом Каспарса ты видела. На счет три. Ты стоишь перед входной дверью его дома. Один, два, три. Ты перед домом. Я здесь. Входи в дом. Плитка установилась внизу на первом этаже. Да. Значит, тарахноид. Есть. Красный дракон. Есть. Джин. Есть. Без. Есть. Черт. Да. Две воронки. Все. А где спрут? Спрута нету здесь. На участке, наверное. Хорошо. Итак, давай начнем с плат рептилоидов. Они подсвечиваются в этой комнате, в этом доме, где он их установил. Это спальня. Под платами открывай внизу воронку в галактическое ядро. Срывая эти платы, они уходят на переработку в чистую первичную энергию вместе с энергией, которую они распространили. Все это до 100% уходит в галактическое ядро. Под двумя воронками открывается портал в галактическое ядро, они уходят на переработку, закрывая, печатая, растворей. Готово. Арахноиды все собрал? Да, он все собрал, показывает он. Хорошо, больше в этот дом и к этим душам не приходи. Все понятно? Все понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растарея. У него в гараже был инкубатор. В гараже. Хорошо. Красный дракон. Ты снял свои платы? Да, снял. Там на втором этаже есть красный свет. Мне нравится очень это место. Там были платы и в коридоре. Хорошо, красный дракон. Я хочу получить слово красного дракона, что ты больше никогда ни в это биополе не войдешь, ни в этот дом. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растарея. Есть. Синий джин, ты все свое забрал? Тоже показывает. Собрал, собрал. У него какие-то спиральные такие висячие подключки были. Понятно. Хорошо, синий джин, тебе касается то же самое. Больше к этим душам и в этот дом не приходить. Все понятно? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте синего джина. И он уходит на свою чистоту. Забирает, что принес. Закрывая, печатая, растарея. Готово. У нас остался черт и бес. Черт, ты все собрал? Все собрал. Бес, ты все собрал? Собрал, как обещал. Хорошо, я тоже держу свои обещания. Кто мне покажет портал из вас? Черт покажет. Пошли, черт, показывай порталы. Он возвращается к одной двери. Здесь есть два портала. Одно зеркало, которое висит, оно как вода. Такое переливается, как волнами. Да. А второе? А второе это входная дверь, но она не полностью, а только с краю, где как окно прозрачное. В этих двух местах открываются две воронки в галактическое ядро, порталы, фантомы порталов и их частицы уходят на переработку. Закрывая, печатая, растаряя оба портала. Готово. Дальше? Дальше он в ванной идет на первом этаже. Здесь в стене, так как дверь, не входная, а на другой напротив стене портал. В этом месте внизу открывая воронку в галактическое ядро, портал уходит на переработку. Закрывая, печатая, растаряя. Готово. Хорошо. Дальше кухня. Здесь получается место. Это окно и дальше левая часть. Еще продолжение идет портал. Хорошо. В этом месте под окном и где дальше идет продолжение. Открывается воронка в галактическое ядро. Портал фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая печатаю, растворяя. Готово. Хорошо. В гараж идем. В гараже окно длинное какое-то. И в этом месте нет пока портала, но оно живое, оно пробивается очень сильно. Открывая воронку в галактическое ядро в этом месте, засасывается туда этот портал вместе со всеми своими частицами и энергиями, уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Дальше. Здесь лестница. И под лестницей внизу. Здесь нет портала, здесь вор энергии, они под лестницей как задерживаются, плотные такие. И еще какие-то здесь как деревянные рейки. Черт по ним съезжает сверху вниз. Перила? Наверху. Нет, это не перила, это такие прямые рейки, как пограждение на лестнице. Под лестницей открою воронку в галактическое ядро. Эти энергии уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Дальше. Дальше комната ребенка. Это место, где черт как раз находился и все собрал отсюда. Здесь портал в шкафу. Под шкафом открываю внизу воронку в галактическое ядро. Портал фантом и частицы портал уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. То есть получается, что шкаф встроен, это стена, и туда уходит, вот это место открылось. Понятно. Готово. Хорошо, еще есть? Идем дальше. Пробитый дом. Черт говорит новый, но пробитый. А это с этим местом связано или с чем это связано? Или с энергиями живущих в нем? Много с чем связано. Ну что это за ответ такой? Начиная со стройки. Он показывает людей, кто строил все разные приходители, много энергии задействовало. Со своими неприятными энергиями, со своими сущностями. Понятно. И пооставляли все. В потолке такой портал в одной из комнат детских. В этом месте, внизу под потолком, открывая воронку в галактическое ядро, портал фантом и частицы портал уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Все. Возвращаемся к клетке. Даю команду на счет рискальной энергии, эмоций, мыслей и чувств. Два больших шара. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро, он уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Второй шар делю на две равные части. Бес, черт, забираете. Забирает. Каждый получает по своей половине. Готово. Хорошо, в этот дом больше не приходить, к этим людям тоже. Все понятно? Да. Открывается внизу два портала, один на чистоте беса, один на чистоте черта. Бес забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Черт забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю оба портала и ставь две огненные пентаграммы. Готово. Закрываю, печатаю, растворяю оба портала и ставь две огненные пентаграммы. Закрываю, печатаю, растворяю оба портала и ставь две огненные пентаграммы. Субтитры создавал DimaTorzok